Каждый гражданин обладает нематериальными благами, такими как здоровье, достоинство, честь, деловая репутация, которые человек вправе защищать в случае, если кто-то посягнул на них. Одним из способов защиты является взыскание компенсации морального вреда с обидчика. Об этом и рассказывается в нашей теме «Защита чести и достоинства компенсации морального вреда» в 2020 году. Право человека на защиту чести и достоинства деловой репутации. Понятие чести подразумевает определенную меру социальных и духовных качеств человека, а также общественную оценку его личности с социально-этической точки зрения. Достоинством же называется самооценка человека, личное представление о его ценности как личности. Что касается деловой репутации, то она определяется уровнем профессиональной квалификации человека. В случае с юридическими лицами, а не рядовыми гражданами, она будет определена в зависимости от оценки деятельности в условиях рыночных и предпринимательских отношений. Поскольку утрата чести, достоинства и репутации, или их ограничения, приведут к тому, что человек потеряет привычный ему статус в глазах социума, все три аспекта напрямую связаны с правом их можно назвать социально-правовыми ценностями. А значит, защита их в судебном порядке является важнейшей задачей. Правовое положение человека определяют его личные неимущественные, имущественные и политические права, в том числе субъективные права на репутацию, достоинство и честь. Они признаются составляющими правосубъектности человека. Правосубъектность – особое правовое свойство индивида. Благодаря данному свойству индивид уже с первого дня жизни обладает правами. Благодаря ему определяется положение людей в социуме и характер отношений между людьми и властью. Право человека на защиту его чести и достоинства признается абсолютным, поскольку абсолютно все люди вокруг обязаны воздержаться от какого-либо посягательства на перечисленные права. Если данный порядок будет нарушен, закон гарантирует человеку защиту. Гражданский кодекс защищает следующие нематериальные блага, имеющиеся у человека по закону, право на имя, право авторства, право на свободное передвижение и выбор места для постоянного проживания или временного пребывания и т.д. Имеющиеся у гражданина сразу при появлении на свет, право на здоровье, на жизнь, личную неприкосновенность, достоинство личности, честь, доброе имя, личную тайну, неприкосновенность частной жизни, семейную тайну и т.д. А у юридического – лица сразу при создании, право на деловую репутацию и т.д. Если кто-либо распространял сведения, порочащие деловую репутацию, честь или достоинство гражданина, причем неважно, делал он это через СМИ или любым другим способом, которые не имеют оснований, пострадавшее лицо имеет право подать. Исковое заявление в суд с требованием об опровержении информации и о выплате компенсации морального вреда. Если виновное лицо не докажет, что распространяемые им сведения правдивые, суд обяжет его возмещать ущерб и применять все меры для восстановления деловой репутации, чести и достоинства опороченного человека. Даже если человек, честь которого была запятнана в результате неправомерных действий других лиц, скончался, это не отменяет право его представителей на защиту его чести и достоинства. Способ опровержения недостоверной информации зависит от метода распространения лживых сведений, если виновное лицо опубликовало неправдивые данные в СМИ, оно обязано опубликовать опровержение. Если сведение содержится в локальном акте компании, он подлежит отзыву или замене и т.д. более того, гражданин, чьи права были нарушены, вправе опубликовать свой ответ на обвинение в тех же СМИ, пострадавшее лицо имеет право взыскания в судебном порядке финансовых убытков и морального вреда, которые имели место в связи с распространением лживых сведений, порочащих его честь. Читайте также статью «Компенсация вреда при ДТП». Защита чести и достоинства – компенсация морального вреда. Поскольку моральный вред подразумевает появление нравственных переживаний и физических страданий, а также сужение личности потерпевшего, закон не может игнорировать его. Закон различает неимущественный и имущественный моральный вред. Несмотря на то, что понятия разные, между ними существует связь ввиду того, что имущественный вред зачастую влечет за собой и страдания пострадавшего. Когда умоляются от достоинства и честь человека, он претерпевает нравственные страдания, а значит терпит моральный ущерб, который должен быть ему компенсирован виновными лицами. Компенсация морального вреда при посягательстве на честь и достоинство является одновременно способом защиты гражданских прав человека, компенсационной выплаты и мерой ответственности для виновного лица. Точно определить размер моральной компенсации в каждом конкретном случае невозможно, но это не означает, что суд может пренебречь правилам взыскания компенсации. Размер компенсации может быть обозначен пострадавшим самостоятельно, а суд должен оценить требования с точки зрения степени перенесенных страданий и его разумности, справедливости. Также оценивается наличие вины обвиняемого лица и степени его виновности. Если лицо распространяло неправдивые сведения о юридическом лице, он будет выплачивать компенсацию вне зависимости от того, насколько в действительности виновен. Следует помнить, что компенсацию можно получить только в денежной форме, требовать какие-либо иные блага нельзя по закону. Читайте также статью «Компенсация причиненного вреда здоровью». Судебная защита чести и достоинства компенсация морального вреда. Если кто-либо сообщает информацию, которая порочит честь и достоинство гражданина, человеку, честь которого она умоляет, это не считается распространением сведений. Гражданский кодекс предполагает, что никто не имеет права вмешиваться по своему усмотрению в чьи-либо личные дела, что граждане вправе без каких-либо препятствий осуществлять свои гражданские права и требовать восстановления прав. При их нарушении в судебном порядке. Под судебной защитой понимаются законные способы принуждения виновных лиц к осуществлению каких-либо действий с целью охраны права и свобод человека, а также ликвидации последствий их нарушения. Так, физические и юридические лица имеют право обратиться в суд с сковым заявлением об умолении их чести и достоинства. Даже если порочащие честь и достоинство сведения не были распространены, и третьи лица ничего не узнали, но виновное лицо сообщило пострадавшему оскорбительное для него сведение один на один, тот имеет право требовать возбуждения уголовного. Дела и выплаты ему компенсации. В отношении ответчика, который обвиняется в распространении лживых сведений, порочащих честь истца, действует презумпция вины, то есть, если обвинитель докажет, что имело место противоправное действие, ответчик считается виновным. Пока не докажет обратное. Читайте также статью «Компенсация морального вреда потребителю». Законодательные акты по теме СТ-150 ГК РФ – примерный перечень юридически защищаемых нематериальных благ СТ 152 ГК РФ – право человека на защиту чести, достоинства и деловой репутации СТ 208 ГК РФ – об отсутствии исковой давности для случаев защиты чести и достоинства гражданина СТ 151 ГК РФ – о компенсации морального вреда, типичные ошибки Ошибка Лицо, виновное в распространении неправдивых сведений, порочащих честь и достоинство человека, отказывается от опровержения сведений в СМИ. Суд назначил штраф. Сумму штрафа надеется получить пострадавшее лицо. Комментарий В данной ситуации пострадавшее лицо имеет право на получение компенсации за ущемление его прав, а штраф взыскивается в пользу федерального бюджета. Ошибка Гражданин, чьи честь и достоинство были ущемлены в результате публикации порочащих его лжевых сведений, требует соответчика компенсации морального вреда, в форме передачи ему некоторого имущества виновного лица. Комментарий Компенсация морального вреда может взыскиваться исключительно в денежном виде. Ответы на распространенные вопросы о том, что представляет собой защита чести и достоинства компенсация морального вреда. Вопрос номер один Существует ли срок исковой давности для тех случаев, когда гражданин желает защитить свои честь и достоинство? Ответ Нет, в данной ситуации срока исковой давности не установлено, однако есть случаи, когда сроки все же могут. Быть определены Вопрос номер два Как защитить честь и достоинство, если я не знаю, кто является источником порочащей мою честь информации? Ответ В таком случае вы имеете право подать иск в суд о признании распространяемых сведений несоответствующими действительности. По решению суда информация, порочащая ваше имя, будет изъята из СМИ и иных источников. Видео-советы Какие существуют способы защиты чести и достоинства, и как получить компенсацию морального вреда? В видео раскрывается информация о способах защиты чести и достоинства, как получить компенсацию морального вреда. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!